В Самарской области в последние несколько недель наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И хотя пациенты переносят недуг легче, недооценивать его не стоит, напоминают врачи. По-прежнему из-за ковида обостряются хронические болезни, наблюдаются проблемы со свертываемостью крови, что может привести к инсультам и инфарктам. Летние затешья врачи связывают с тем, что самарцы активно прививались зимой. В преддверии осени тоже стоит подумать об укреплении иммунитета. Ревакцинация важна, потому что доказано, что иммунитет по истечении шести месяцев к новой коронавирусной инфекции постепенно снижается. А прививка, она как бы стимулирует наши клетки иммунного ответа на вирус. Мы рекомендуем обязательно всем, кто переболел ранее или привился и прошло полгода, обязательно прийти на ревакцинацию. Прививки от COVID-19 сделали уже 1,749,000 жителей Самарской области. Повторную вакцинацию прошли более 537,000 человек. Среди тех, кто решил ревакцинироваться, член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский вместе с семьей. Процедура повторной иммунизации такая же, как и при первой прививке, заполнении анкеты, осмотру врача и при отсутствии противопоказаний в введении вакцины. Медики подчеркивают, что для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен «Спутнику Лайт». Я хочу напомнить, что мы с вами в грозные пандемийные дни, месяцы, спокойно прошли все-таки для региона, потому что мы были хорошо к этому подготовлены. Давайте и сейчас, как самарские жители, сплоченные, очень грамотные, а самое главное мотивированные, ревакцинируемся. Это совершенно я на своем опыте, даже, так скажу, на своей шкурке прошел, это совершенно не больно. И самое главное, ревакцинация, она все-таки позволяет нам подготовить организм и к тем простудным заболеваниям, которые будут, к сожалению, в осенне-зимний период. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг по номеру 122 и телефоном поликлиник. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из группы риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Светлана Кудрявцева, События.